Так, всем добрый день, и я хочу вам представить еще одну классную нашу участницу первого потока тренинга по ВК, где мы продавали цветы, Света, немножко таких про нее интересных фактов. Это человек, который сразу уровень выше, это который про качество, про дотошность, чтобы все было идеально на 100%, и если вам нужны цветы идеального качества, то это все, это к Свете, короче. У нее еще нет магазина, у нее своя квартира, где она сделала студию, и сейчас ее задача, в принципе, была научиться продавать онлайн, чтобы был поток заказов, и, собственно, возможно, вернуться снова, открыть свой магазин. Не знаю, давайте по порядку. Света, я рада, что ты согласилась составить отзыв. Первый такой вопрос. Почему вообще ты решила прийти на тренинг? Почему ты выбрала меня? Что, может быть, выделила, не знаю, может быть, что зацепило тебя в том, что ты выбрала именно мой тренинг? Ну, Оль, я сначала ведь не первый год уже за тобой наблюдаю, то есть первый раз я тебя увидела в Инстаграм еще, может быть, год-полтора назад, а может быть, и два, то есть я как раз в это время находилась в декрете, и мастерская у меня так еле-еле работала, соответственно, магазин я закрыла на этот момент, и я наблюдала, то есть вот мне еще тогда приглянулись, я была на тебя подписана, и потом у меня вот это вот все пропало. И перед Новым годом, получается, я увидела тебя в ВКонтакте, и меня зацепило, то есть я когда прочитала твою страничку, прочитала твой пост, я ведь написала внизу «хочу» под своим постом, да, и мне понравилось, то есть меня немножко вот зацепило. Я же на другим тренером тоже смотрела, потому что реклама до сих пор идет, и я заглядываю, я смотрю бесплатные вот эти вебинары, и меня вот, если сравнивать, да, то есть вот для себя я отметила, у тебя получается больше, ну, настоящая ты, да, то есть ты живая, в плане, что нету в тебе какой-то пафосности, потому что попадались такие тренеры, то есть смотришь, и ты понимаешь, что он с таким вот этим надмением это все рассказывает, что даже иногда становится внутри как бы, ну, неприятно. А здесь получается вот именно вот, ну, мне понравилось, то есть я почувствовала изнутри, что мне, ты мне сможешь дать ту информацию, которая мне нужна на данный момент, то есть, ну, не знаю, как объяснить. Я поняла, да, это как вот, я тоже много очень учусь, и каждые шесть недель хожу на разные факультеты, и вот я попала на факультет, давно хотела, и вот тренер, я знаю, что он сильный тренер, он тиктокер, прям сильный-сильный тренер, но как будто бы вот он не мой учитель, вот это все слова, вот это хайлэй давайте сделаем, а у меня прям отторжение все, и я не пошла ни на одно занятие, вот, потому что после первого как бы занятия у меня прям вот, ну, сильное такое было, есть такие моменты, я даже понимаю. Да, а второй вот тренер тоже я как бы понаблюдала, посмотрела, чересчур много наигранности, вот этой вот улыбки, да, сейчас вот модно преподносить всю информацию с позитивом, с такой вот улыбкой, с которой, ну, ты видишь, что у человека, ну, чересчур вот этой вот улыбки, ну, не может она быть вот по жизни такая, вот постоянно улыбаться, ну, не сталкивалась я. Я понимаю, что это идет, ну, наигранность, что это вот эта неискренность, то есть, значит, не до конца что-то будет, поэтому вот, ну, получается вот эти вот две грани, которые меня натолкнули у других, а у тебя получилась вот эта вот золотая середина, поэтому у меня и плюсы к тому, что я говорю, что я наблюдала за тобой, вот, говорю, год-два назад, и я понимаю, что ты не фирма-однодневка, то есть, ты не просто сейчас вот с рекламой у меня тут выскочила в окошке, и я решила на тебя подписаться, нет, то есть, как бы, я видела, что ты этим занимаешься уже не первый год, и, соответственно, у меня это вызвало доверие, то есть, вот, вот-вот-вот так я на тебя подписалась. А какой вопрос, помнишь, какой мы с тобой ставили вопрос, что нужно было тебе от тренинга вообще, что ты хотела решить? Ну, мне нужны были именно онлайн-заказы, магазин я закрыла, у меня именно мастерская, и мне бы хотелось, что у меня нет такой проходной зоны, да, и мне хотелось, чтобы все-таки клиенты заказывали через, ну, как бы, онлайн, а кроме группы ВКонтакте и странички в Инстаграм, в принципе, у меня ничего такого не было, я как-то делала, создавала сайт, но он не пошел у меня, вообще не зашла для меня эта платформа, поэтому, наверное, вот группа ВКонтакте у меня была, и мне хотелось ее тоже довести до ума, чтобы она вот ожила, чтобы она была рабочая, ну, вот, в принципе, я это и получила. Так, хорошо, тогда скажи, достигли ли мы цель, которую ты поставила? Ну, во-первых, у тебя было изначально, да, то есть ты на тренинге уже ставили мы цели в самом начале, и, как бы, обещание было на третьей-четвертой неделе тренинга, мы должны были, как бы, уже получать заявки и выходить на какой-то уровень. В принципе, за последние вот эти 10 дней, как раз получается, да, я, наверное, свой вот этот вот и получила, то есть у меня получились заказы немного больше 60 тысяч, получается, да, вот. А слушай, а как у тебя сейчас идут? Каждый день они прилетают? Ну, понятно, что еще статистику не все подбили, а у тебя как идет? Каждый день сейчас заявки или они пока волнами прыгают? Волнами, скорее всего, но у меня, видишь, у меня так как мастерская, и я не могу постоянно, как бы, у меня, я больше всего под заказ же привожу цветы, и, получается, ну, написали, спрашивают Лилии в наличии, и по времени уже 8 вечера доставку сделать. Ну, Лилию я не привожу, у меня самой аллергия на нее, поэтому если я с ней работаю, я работаю ее под заказ, то есть я ее привожу и сразу отдаю, считаю, что покупателю. Поэтому здесь вот как бы были пару заявок, которые мне пришлось просто-напросто даже отказаться, то есть я на них, ну, на неделе я на них не ездила. А так, ну, заявки идут, и причем очень мне понравилось, у меня, когда был магазин, у меня 14 февраля, оно особо не отрабатывалось. Что меня поразило здесь, здесь у меня заполняли анкету, да, они приходили, ну, звонили, и я делала доставку на 14 февраля, именно молодые люди заказывали для девушек. Ну, блин, ну, мне кажется, вот в том, ну, как бы, вот когда у меня был магазин, тогда этот праздник раскручен, 14 февраля, сейчас он уже как бы так вот сдает свои позиции, но все равно люди, вот, оказалось, что все-таки живут этим праздником. Живут, живут, много людей живет. На удивление, у меня сразу вот на этот праздник. Меня это удивило и поразило на самом деле, поэтому я как бы была, ну, я осталась довольна. Причем получилось так, что что мне понравилось, когда я преобразила свою группу, мне понравилась вот эта форма заявки, то есть клиент видит, он заполняет заявку, мне приходят уведомления, и я с ним связываюсь. И реально очень прикольная вещь для меня оказалась реально удобная, просто удобная. А еще одна фишка, это уже как вот человек заполнил, он уже намерение 100%, то есть он уже не сольется, и ты когда получаешь, у тебя уже нет ограничивающих убеждений, что заявки, ну, левые, и ты как бы и воспринимаешь эту заявку полноценной. Знаешь, как бы оба, обе стороны уже все, готовы совершить сделку. Когда именно вот такой формат? Да, и когда это еще ты получаешь обратную связь в этом плане от клиента, что насколько это удобно, то есть ему наоборот понравилось. У нас получилось в Новгороде, если я просмотрела все свои цветочные группы, ни у кого ведь подобной заявки нет, и я одна такая. Прикольно. Слушай, а какие еще инсайты ты поймала за время тренинга? Что прям было для тебя вау-эффектом, таким, ну, типа, неожиданным волшебством, помимо вот заявки вот этой? Что еще было для тебя? Конечно, это вот вообще вот прям поразило, что я говорю, что я даже вот во вторую свою группу по декору, я ее тоже ввела, и как бы тоже получила ответную реакцию. По поводу еще вот этих моментов, у меня, получается, понравилось. Хочу попробовать, у нас, мы еще не тестировали, но у меня в планах как раз вот именно на 8 марта. Вот это вот рассылка, приятная рассылка клиентам, да, принцип рассылки. Я хочу ее попробовать, у меня даже есть наметки, как это сделать, что туда вставить, как написать, чтобы, ну, клиентам... Я покажу, как это делать, да, сегодня сделаем этот урок. Потому что мне, ну, как бы сама идея мне очень понравилась. Это реально классно и удобно, и особенно приятно, когда ты видишь, что клиенты подписываются именно на тебя, не столько вот там получить какую-то там скидку, а именно получить... То есть это нативно. То есть когда человек оформляет заказ, ему типа и в кайф, плюшечка такая, типа подарок. То есть вот эти скидки, они уже не кажутся такими, да, как сказать, навязчивыми, что ли. У нас скидка, бери у нас, у нас скидки там. Я же сначала, помню, я же сначала, я вот эти вот скидки, когда ты прописывала, у меня стопор был, я переваривала их очень долго. Мне как бы вот они реально тяжело давались, вот эти скидки. Потом вот, когда это все вот сложилось по полочкам, когда сложился этот пазл, то есть я уже поняла и кайфанула от своей группы. То есть мне понравились те шаблоны, которые вы скидывали, чтобы преобразить группу, да, я как бы их редактировала под себя, но это дало мне возможность упорядочить. То есть у меня там свои обучения, достижения, отзывы, у меня прям вот по полочкам это все разложилось. И я говорю, я реально тащусь от собственной группы. Мне нравится, как она сейчас выглядит, как она работает. И мне это вот осталось только еще наладить, вот вовремя посты эти все выставлять, и будет все замечательно. Потому что поднялось, я уже вижу по оборотам, даже после я выставляю, у меня просмотров стало гораздо больше. То есть если раньше там было просмотров, ну максимум там, ну 300-500, то сейчас уже 2-3 тысячи просмотров идут. То есть я активизировала своих старых клиентов, которые были еще, ну, когда у меня был магазин, когда я ушла в декрет, я очень много же потеряла клиентов. И сейчас мои клиенты начинают тоже восстанавливаться, ко мне обращаться. Это, конечно, вот прям плюс-плюс большой. Слушай, еще такой момент. Какая прям самая главная ценность для тебя была в процессе как бы общения с девчонками, изучения информации? Вот в чем прям была главная ценность для тебя? Слушай, на самом деле вот может быть именно в группе работать гораздо интереснее и, наверное, эффективнее, чем когда ты берешь даже индивидуальное какое-то обучение. То есть, ну, по крайней мере для меня вот это. Потому что мы встречаем... Ты имеешь в виду группу, да, ты имеешь в виду? Да. Нет, я имею в виду группу, вот, да, вот мы встречаемся, общаемся в Zoom, да, то есть вот наша группа. И каждый из девчонок там высказывали какие-то вопросы, какие-то моменты, какие-то проблемы. И мы их как бы обсуждали. И ты понимаешь, что у тебя, да, такой проблемы нету, но ты уже делаешь для себя выводы, чтобы предотвратить, что это может быть вот так развиваться ситуация. То есть ты для себя делаешь на шаг вперед, уже закрываешь какие-то вопросы, которые, ну, случились у девчонок, а не у тебя. Но это может быть у тебя тоже. Понимаешь? То есть вот эти вот моменты за счет групповых именно, наверное, вот это вот прям вот большой плюс, потому что именно из Zoom я же старалась не пропускать, да, там один раз немножко проспала. Но я же старалась все время присутствовать. И я наблюдала, смотрела за девчонками. Я для себя делала вот эти вот какие-то, ну, галочки, что можно вот, да, для себя, чтобы я мне... Замечание. Я пересмотрю все. Как бы с этой точки зрения я даже сама не смотрела. Прикольно. Вот. Ну, я для себя вот эти моменты... Да, и мне понравилось еще то, что все-таки ты выходила на связь, ну, и тет-а-тет, да, то есть вот то, что не только вот все, как, все мы общаемся в Zoom. Ну, в чате, в онлайн только, а еще и отдельно каждому. То есть вот эти две позиции, они реально очень важны. И на самом деле, я даже не знаю, ты вот будешь делать пакеты, ну, и групповые, и индивидуальные, я даже не знаю, что лучше можно выбрать. Потому что я говорю, на самом деле плюсы есть и в одном, и во втором. То есть тебе надо какой-то еще третий пакет делать совместный. Мы решили сейчас внедрить технического специалиста, помощника, потому что меня девчонки делали админом, и я помогала настраивать какие-то технические нюансы. То, что вроде все настроено, но почему-то не работает, да. Вот, и мы решили внедрить технического специалиста, который как раз-таки все, он прямо идет с тобой по урокам и помогает внедрить. Вот, не знаю, мне кажется, прикольная штука. Ну, ладно, посмотрим. Кому бы ты порекомендовала тренинг? Кому он больше всего подходит, либо подойдет? Кто сможет вообще его пройти, что-то сделать для себя? Как ты думаешь? Ну, все, ну, те, кто заинтересованы, конечно, в продаже. И к тому же я уже, мне кажется, порекомендовала там девочку, должна была к тебе прийти, которая увидела, как у меня преобразовалась группа и захотела как бы научиться вот именно так. То есть по Инстаграму она еще более или менее, а ВКонтакте, например, ну, коллега с другого города, и она, ну, ей тяжеловато не разрулить. Мне контакт на самом деле, ну, не сказать, что прям ближе, чем Инстаграм, но он мне стал сейчас интереснее, благодаря тому, что я как бы разобралась с каких-то вот этих вот деталей. И действительно, это вот те, кто хотят научиться самим разбираться в этом. И, по крайней мере, если потом делегировать, то ты будешь понимать уже, за что ты платишь деньги, кому, за что, и что ты с него можешь требовать, да. То есть вот ты можешь контролировать даже этот процесс, просто зайдя посмотреть в группу, посмотреть переписку, зайдя, ну, как бы проверить настройки рекламы, рекламы, и, ну, у тебя будет понимание, что у тебя твой таргетолог там, да, или наоборот, нет. То есть ты свои деньги не будешь отдавать это впустую. Ну, вот у меня такое восприятие. Такой вопрос. Как ты считаешь, стоит ли развивать соцсеть ВКонтакте, учитывая, что там есть еще что улучшить, и у меня уже руки чешутся сделать часть вторую. Вот, а ты как считаешь? Там, ну, то есть увидела ли ты возможности? Я, конечно, каждый раз инсайты получаю, сколько там всего можно сделать. Вот. Просто твое мнение на этот счет интересно. Что ты по этому поводу думаешь? Слушай, ну, мне контакт, на самом деле, говорит, что, повторюсь, мне он понравится. У меня и до этого была группа, и я как бы потихоньку разбиралась. Но вот как бы те моменты, которые ты дала, они прям вообще интересны. И действительно в них интерес, есть интерес развиваться. Если учесть, что как бы Инстаграм в большей степени заблокирована, то для контакта это, как бы, конечно, вообще хорошая площадка, бесплатный сайт, который, ну, может вот продвигать твои вот эти продукты. Главное, с умом подойти к этому. Нет, я считаю, что контакт, мне он нравится. Лично мне. Я рекомендую, да. Супер. Я тебе, кстати, еще одну прикольную штуку подарю. Тебе безумно понравится. Это для твоей группы второй, которую ты делала в процессе тренинга, по свадебному оформлению. Вот, тебе нужно будет одно приложение удалить, а другое поставить, и у тебя все, будет бомба, огонь. Ну, короче, тебе зайдет. Вот. Да, потому что там уже больше как услуги, и там немножко не все приложения актуальны, которые мы для цветов использовали. Вот. Короче, нужно будет просто заменить. И, конечно же, я благодарю тебя за твой отзыв, за время, выделенное на твою обратную связь, вообще за то, что ты принимала участие, за то, как ты двигалась вперед, все делала. Хотя были эмоциональные такие, да, у нас качели у всех, все иной раз руки падали, на три дня мы расставали все, потом снова двигались. Вот. Но ты большая молодец, ты достигла шикарных результатов. Ну, и это и следовало ожидать, потому что ты, вот когда ты рассказала про себя, ты действительно шикарный флорист. Ты прям, у тебя позиция другая. Знаешь, есть просто, например, если я вот раньше в Карелии была, там, хай, Лэй, давай соберем тебе цветы, у тебя вообще другая позиция. Ты, здравствуйте, серьезно. Что, сейчас мы вам все сделаем? По какому фэншу вам сделать? То есть по такому, отлично. Вот. Скольное такое впечатление про вашу, произвожу. Очень, очень солидно, очень богато, очень стильно. Вот прям вот это все, даже вылизанный пост идеально написан. Он написан не просто, знаешь, идеально, а он прям душу ранит, прям вот в точку попадает. У тебя вот очень все вот в таком ключе сделано, что тебе есть смысл не то, что там задирать чек, да, а прям вот все, идти выше, уходить уже от, например, либо минимизировать клиентов, которые хотят какие-то дешевые букеты, да, простенькие букеты, потому что ты, тебе лучше потратить время на сборку шикарного букета, который, да, действительно стоит, красивые фотографии, вызывать будут эмоции, все, кто после будет читать, это будет хорошее настроение у людей. А то, что попроще, делегировать уже помощнику флориста, то есть как-то, знаешь, вот разграничить вот этот и встать на планку. То есть тебе прям все, все туда, все, короче, пути туда. Примиться. Спасибо, Оль. Да, с нами была Света Андреева и Ольга Новикова. Ну, а все, кто хотят в Великом Новгороде заказать цветы, понять, что такое, когда вау-эффект в букете, почувствовать вот эту, как сказать, флористическую нотку, да, любовь, которую можно передать через цветы вашим близким и родным. Welcome, welcome все в Великий Новгород. Ссылки будут на группу Светланы в этом описании под этим видео, а еще все, кто захочет получить приятный бонус на первый заказ, то мы тоже оставим ссылочку. Ну, конечно же, мы теперь профессионалы в, как сказать, в мотивации человека, да, получить прикольную штуку. Вот, поэтому я рекомендую всем зайти, посмотреть на страницу Светы, на ее группу, зайти на свадебное оформление. Если у вас есть друзья, я даже могу попросить, прошу вас порекомендовать ее, потому что действительно классный, классный флорист. Вот. Ну что, Света, а тебе я желаю высокочеловековых клиентов, хорошего настроения, шикарного 8 марта, ну и дальше будем общаться уже в клубе. Вот. Сейчас отправлю тебе все подарочки. Спасибо. Спасибо.